Во вступительной части совещания губернатор дал ряд поручений по подготовке к весеннему сезону, в частности, по ремонту дорог. Ну и мы, конечно, видим, что потеплело на улице. Все это для опытных глав, именно такие у нас на местах, это сигнал к тому, чтобы соответствующие работы и соответствующие службы работали ритмично. Прошу вас за этим следить. Отдельно губернатор обратился к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоемы. У нас традиционно должны быть меры безопасности предусмотрены, а именно предупреждения, связанные с выходом на лед и все, что этого касается. Особенность этого года заключается в том, что было много снега и толщина льда, она достаточно небольшая, вы это знаете. И здесь предупредительные все объявления на водоемах прошу вас обеспечить. В ходе ВКС губернатор анонсировал повышение заработной платы сотрудникам службы 112. Нашим операторам сегодня я хочу сказать, что с 1 марта мы всем операторам 112 соответственно добавим 7 тысяч рублей ежемесячно к окладу для того, чтобы обеспечить повышение заработной платы. Андрей Воробьев поблагодарил спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине. На счету представителей Подмосковья 2 серебра и 2 бронзы. Важным событием было завершение Олимпиады. Мы все переживали за наших ребят и вчера с утра, и за наших зимних спортсменов. Они выступили достойно. Хочу поблагодарить тренеров и спортсменов, которые добились значительных результатов. Это и золото, и серебро, и бронза. Всех не буду перечислять. И спортсмены, и тренеры большие молодцы, а также родители, семьи, которые оказывают профессиональным спортсменам очень заметную поддержку. Губернатору доложили о строительстве объектов дорожной инфраструктуры. В декабре 2022 года завершится строительство тоннеля на улице Туполева в Жуковском, который исключит транзит транспорта через город. Большие ассигнования по президентской программе. Это и федеральные, и региональные дороги. Наверное, самое знаковое из них – это обход Ловни, строится при участии федерального правительства. Наша задача, чтобы эти объекты сдавались досрочно. Самый, так скажем, худший вариант – это срок. В 2022 году начнется строительство 23-х дорожных объектов в семи городских округах. Красногорске, Солнечногорске, Мытищих, Нарфаминском, Одинцовском, Раменском и Ленинском городских округах. Общая протяженность автодорог и путепроводов составит 45 километров. Отдельно обсудили реализацию масштабного проекта «Чистая вода». За семь лет в Подмосковье качество водоснабжения улучшено в 48 округах. За это время построено и модернизировано 420 объектов. Сегодня, соответственно, мы посмотрим, какая программа у нас будет реализована в этом году. В прошлом 10 территорий Одинцово, Дзержинске, Щелково, Фрязино мы реализовали. К 2025 году программа должна закончиться. В Московской области поликлиники возвращаются к обычному режиму работы. Они будут открыты в будни с 8 до 20 часов, по субботам до 15 часов, а по воскресеньям прием прекращается. Записаться на прием кускопрофильным специалистам можно на региональном портале государственных услуг или позвонив по номеру телефона 122. В какое-то время пик коронавируса, омикрона в частности, мы усиливали амбулаторное звено. Вы знаете, что поликлиники работали и в субботу, и в воскресенье. Сейчас такой необходимости нет, но есть необходимость все делать комфортно для жителей. Среди задач остается и уборка снега. В кровчайший срок надо навести порядок на дворовых территориях. Все, у кого есть договора на содержание, на обслуживание территорий, должны сейчас предпринять все усилия для того, чтобы вывести снег с территории, который там был сдвинут, накопился, который складировали возле домов. Губернатор поздравил с профессиональным праздником фельдшеров Подмосковья. Их в регионе работает более пяти тысяч. Уверен, что многие на своем рабочем месте. Хочу вас, уважаемые коллеги, поблагодарить и пожелать вам и здоровья, и еще раз подчеркнуть важность вашей работы. И мы дорожим тем, что к нам приходят новые силы, молодые коллеги из колледжей, из других регионов. Для нас эта работа является приоритетом. Слова поздравления Андрей Воробьев адресовал и военнослужащим. У нас много военнослужащих и в семьях, и на боевом посту. Я хочу и командиров, и личный состав семьи поздравить с наступающим профессиональным праздником. Елена Цыганова, Сергей Григорьев и Гуркобанов для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!